всем добрый день прекрасный день у нас на урале идет снег уехали на монтаже и башкирию на доставку стеклянную теплицу сегодня хочу вам рассказать про нагревательную клетку для гряд очень между прочим хорошие хороший прибор конструкция очень лента для обогрева грядок мы уже используем ее шестой год получается и продаем даже можем гарантировать что она будет у вас очень хорошо работать так как используем у себя в теплице для расскажем о характеристике еще вот такая пробка дым не паспорт это производится пол электро завод санкт-петербурге в ленинградской области видите и вот такая сама лента обратите внимание значит еще она состоит она состоит само обогревающие ленты которые 5 нитей и вот такая сеточка на другом конце термодатчик который работает от плюс 15 до плюс 20 там плюс минус один градус и другой стороны два провода давайте теперь начнем с подключением для начала вот мы прислали к вам вот этот обогрев вам нужно будет его проверить проверить можно два варианта сейчас будем делать краткую видео инструкцию скажем два провода так как вилки бывает у нас заземление бывает без заземления зеленый это заземление а белый плюс белый это фаза ноль то есть 220 которую вы подключаете к вилке так называемой все очень просто подключили к вилке к автомату в общем 220 вольт подключили еще этап следующий этап проверить чтобы рабочие ленты не рабочие это вот термодатчик так как например здесь помещение час больше 20 градусов мы его никак не можем провести в розетку он естественно работать не будет как некоторые мне пишут звонят она у вас не работает спасите меня верните мне деньги она не работает такого просто априори не может быть поэтому вилку подключили если вы хотите проверить перед закопать нужно ее проверить проверить подключаем вилку обычную и вот этот кончик кончик опускаем или в воду холодную баночку литровую или перед этим все это дело вложим холодильник морозилку коробку при других вариантов не дано ну можно вынести на улицу как сейчас например похлата когда термодатчик работает как многие электрик цепь разомкнута как она вот может быть сам круто если термостат не сомкнулся потому что тепло электрика бывает много и глупых умных ну и тупых тоже которые не читают инструкцию не понимаешь что за потерь надо так вот нужно вот эту часть положить холодное место чтобы он охладился меньше 12 и 13 градусов 10 лучше потому что у него все равно допуски есть свои определенные охладили включили и он у вас прекрасно заработать следующий момент самый еще главный при монтаже теперь про монтаж русская монтаж вы можете осуществлять что вот так вот то есть змейкой на ребро что вот так вот прямо как ваша душа у него объем обогреваемого воздуха шарика где-то в пределах радиус 20-25 сантиметров такой краю вокруг этой ленты дальше уложили теперь значит как расположить термодатчик самое главное многие даже ошибаются ошибки смотрите если вот эту часть вы опустите близко к ленте да вот так ленте рядышком то естественно что происходит земля здесь нагревается и он выключается чем ближе вы уже не тем чаще он выключается и тем дольше не будет включаться чем вы его выше поставить от ленты то есть от источника тепла тем он дольше будет работать и греть почву то есть какой вы уровень земли хотите обогреть от ленты на то расстояние вы и ставите вот этот термодатчик все ничего сложного меньше быстрее выключается больше греет большую объем но и большее потребление электроэнергии соответствующий но и в то же время он дольше остывает то есть нагревал больше период их надо выбирать среднюю я думаю вот но у нас стоит где-то сантиметров 10-12-15 все такое оптимальное ну вот вроде бы все теперь по расходу электронной паспорте производитель на среднем 304 рублей на даче закопано восьмерки и десятки все эти вот смотрите если мы берем среднюю грядку например маленькую 50 сантиметров 56 сантиметров 4 метра удельная мощность 43 ватта на метр и общее 170 ватт на в час потребление но он же будет у вас не постоянно включен поэтому сутки может быть там киловатт 2 и стерки также 260 ватт восьмерки 340 ватт то есть номинальная поэтому это не такое сильно большое потребление потому что он будет восключаться выключаться нагрел ну и вот в этом описании здесь все есть из чего сделан какие у него слои нагревательная лента нагревательные жилы из нихрома оплетка из стекла нити оболочка из кремния органической резины оплетка из медной ложеной проволоки слушайте как в школе у доски как вспомнишь 40 лет назад были времена вот еще смотрите никак не могу производителем убрать из паспорта вот это то есть он может эта лента может греть воздух но смысл вам выкидывать деньги на ветер и греть воздух проще поставить конвектор обогреватель тепловую пушку эту ленту она предназначена вот на на фоне наших экспериментов только для обогрева грядок то есть чтоб корневая система была в тепле дальше смотрите вот вот это расстояние и в это расстояние не написано вот это расстояние от ленты то есть чем ближе вы делаете чем чаще он выключается чем дальше тем меньше выключается и больше греть дальше они пишут грунт песчаная засыпка мы ничего этого не мы просто прокопали траншейку в грядках и уложили кабель на глубину штыка то есть 30-40 сантиметров где корням будет очень комфортно но в то же время вам не нужно нужно не забывать когда вы будете при перекапать чтобы не повредить его лопатой вот этот то все равно мягкий пластик чтобы он повредить надо знать где вы его закопали многие сверху на нее прокладывают там рабицу ну не знаю поможет она не поможет когда вы лопатой тыкнете и перерубить и его будет очень обидно по стоимости значит подключение проверка укладка какие нюансы рассказал теперь осталось пустую значит четырех метров вот он вот этот маленький такой четырех метров он стоит 2 500 6-ти метровый 2 800 10 8 метровый 3 400 10 метров 4 500 сейчас они все у нас наличие даже есть 12 метровый 5 100 стоит все в наличии плюс отправляем почтой россии с деком за курьерскую доставку не берем только почтовые или с дека услуги вы оплачиваете то есть за саму доставку вроде бы все весь обзор прекрасного гриба почта всем рекомендуем поэтому если вас что-то не включает не переживайте она хоть как будет работать подписывайтесь на наш канал пишу ставьте лайки пишите комментарии мы всегда всегда с вами и сюда вам все покажем расскажем